всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена в одном из своих предыдущих видео я показывала начало вот этого процесса этого свитера который я связала регланом сверху и как вы видите он у меня уже готов кто впервые на моем канале я оставлю ссылку на это видео где было начало процесса я оставлю ссылку в инфобоксе под этим видео если вы нажмете на кнопочку еще вам откроется вся информация и так в предыдущем видео я показывала у меня был связан буквально вот я вывязала росток и буквально еще сантиметра 3 после резинки у меня было связано теперь мой свитер готов и я с удовольствием представляю вам фотографии этой готовой работы на мне и делаю также по вашим просьбам обзор этого свитера самого начала хочу сказать что вязала я его из пряжи которую я распускала в самом начале у меня вот из этой пряжи был связан сарафан сейчас вы увидите фотографию сарафан я вязала на спицах номер 5 было это давно и получилось как-то так что ну я не знаю мне разонравилась почему-то эта модель я перестала его надевать его пару раз надела и он висел у меня в шкафу подарить было некому выбросить как бы тоже мне жалко выбросить хотя бы просто из-за пряжи поэтому я подумала я распущу там будет видно что я свяжу и потом я все время думала что и хотела все время начать вязать регланом сверху но я ни разу не вязала это вот моя первая модель которую я связала регланом сверху и связала этот свитер я по мастер-классу светланы коломец у светланы на канале я тоже оставлю ссылку на этот мастер-класс у светланы на канале есть мастер-класс свитером регланом сверху но там высокий воротник и посередине идет аран аран я вязать не стала высокий воротник я тоже вязать не стала и также у светланы мастер-класс она вязала на спицах номер 5 и более плотная пряжа это у нее был размер м мне нужен был размер с поэтому я взяла спицы номер четыре с половиной и у меня более тонкая пряжа вот вы видите это после распуска вот все что у меня было сарафана ушло на этот свитер и остался вот такой клубочек теперь вы спрашивали меня неоднократно что это за пряжа в инстаграм где я выставляла фотографии начала этого процесса даже не начала у меня уже туловище было связано оставались только рукава вы мне спрашивали что это за пряжа кто хочет подписывайтесь на мой инстаграм кстати ссылку я тоже оставлю под видео девочки честно сказать я не знаю что это за пряжа я покупала эту пряжу оптом и у меня уже бобина не сохранилась но у меня остались две другие бобины вот я сейчас сторонку отложу свитерок и покажу вам две другие бобины это та же самая серия то есть это та же самая ниточка тот же самый вот такой вот посмотрите пожалуйста вот такой нежный меланж и точно так же на этой ниточки вот тоже самое это абсолютно одинаковая нить абсолютно одинаковая пряжа но только что это вот уже была в стирке да она такая вот немножко такая корявенькая и она побольше распушилась чем вот это это более ровная такая ниточка да вот если видно на свет я покажу и у меня еще есть вот такая это тоже из этой серии тоже такой же меланж только это точь то же самое только тоже другим цветом я покажу вам сейчас просто этикетки которые у меня на этих бобинах вот кстати на этой вообще ничего нету если вам эта информация поможет то пожалуйста вот на этой бобине вот написано единственное вот что вот пожалуйста я показываю вам если вам эта информация каким-то образом поможет как вы видите состав пряжи не указан шефа гарны это завод который производит фабрика которая производит эту пряжу находится у нас в аугсбурге остальные вот все как нумерации здесь стоят я в этом не слишком разбираюсь н.м. это я так понимаю толщина нити вот здесь написано c32 состав этой нити я тоже точно сказать вам не могу скорее всего это синтетическое волокно вместе с шерстью почему вместе с шерстью потому что после стирки также как и сарафана также как этого джемпера появился характерный запах шерсти он очень мягкий и теплый поэтому я думаю что какой-то процент шерсти здесь есть не знаю какой половина или по минимуму ну и какое-то наверное дополнительно синтетическое волокно вот этот пушок он такой но больше присущ вот синтетическому волокну то есть это не махер натуральный или там альпака или нет я думаю что нет но в любом случае вот эта вся информация по пряжи на вот этот свитер который я уже связала я померила и у меня значит вес 400 грамм этого джемпера до свитера но это свитер джемпер пуловер кто как называет ну скажем этот джемпер если правильно да с таким низким воротом не с высоким воротом а значит что хочу сказать обзор вот делаю для вас обзор по этому джемперу и хочу сказать полностью росток я вывязывала как было в мастер-классе у светланы коломец полностью я взяла те же самые расчеты у нее был расчет 96 петель только у нее спицы номер 5 а я уже сказала что у меня спицы были номер четыре с половиной и потоньше ниточка все-таки на видео у светланы я смотрела у нее такая более пухленькая такая ниточка была но так как мне нужен был размер с кай поменьше я естественно не стала заморачиваться во всех этих расчетах потому что ну первый раз я вязала как бы принцип я поняла но самостоятельно я не пробовала еще рассчитывать может быть следующий реглан я попробую самостоятельно рассчитать я не знаю но признаюсь что это мой первый реглан и вязала полностью пошагово точно так же как на видео у светланы коломец у нее 96 петель я провязала на спицах номер четыре как вы видите это у меня резинка 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные затем я сомкнула в круг эту цепочку и после того как я провязала резинку я перешла на спицы номер четыре с половиной и дальше я делал стала вот эти линии реглана вот они вот линии реглана начались здесь все точно так же как делала светлана то есть я сидела и пошагово вязала так как она объясняла я делала прибавки потом сначала вывязывала росток поворотными рядами то есть вязала лицевой ряд и изнаночный лицевой и изнаночный затем когда я росток вывязала сделала нужное количество прибавок как объясняла это по мастерам класс у светлана я затем перешла на круговое вязание и вязала только лицевыми ну по кругу да и в изнаночном ряду один ряд я пропускала и прибавки не делала то есть только делала в лицевом ряду то есть по круговому вязанию через ряд ряд прибавки сделала ряд провязала ряд прибавки сделала ряд провязала и у меня получился росток и потом я вышла на эту линию реглана дальше я стала вязать И уже во второй части мастер-класса, где у Светланы была вывязана полностью вся модель до подрезов, я уже посмотрела во второй части мастер-класса, где Светлана сказала, что нужно отделить рукава отдельно. Это было 56 петель, 56 петель на рукаве, на одном и на втором 56 петель, и затем уже я сделала здесь прибавки, 10 петель, как она сказала, это было с двух сторон, и это у меня получились подрезы, и я перешла на круговое вязание. После того, как я перешла на круговое вязание, я стала немножко сомневаться, и мне показалось, что у меня получается слишком широкий джемпер, и я стала его сужать, то есть я сделала вот здесь по бокам вот такие убавки. Вот видите у меня, ну пряжа, конечно, она вот с таким меланжем, и вот я сейчас так точно не могу показать, где были у меня убавки, но я знаю, что я делала приблизительно через каждые где-то 4, я не знаю, 5 сантиметров я делала убавки. То есть я убавляла, ну как бы для себя я сделала здесь визуально шов, и убавляла с одной стороны 2 вместе, и с другой рядом 2 вместе, провязала 5 сантиметров опять 2 вместе и рядом 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, и также я, естественно, уже делала с другой стороны. Тем самым я слегка к низу, вот модель, я ее заузила, да, и также я сделала, когда я вязала рукава, то есть когда я делала прибавки для туловища, я потом эти петельки вытянула все на рукав и продолжила вязание по кругу, но, как вы видите, вот здесь рукав у меня шире, а здесь у меня идет сужение рукава, да, до резинки, вот, и я точно так же делала здесь все время убавочки такие, тоже делала так как это круговое вязание, для себя определила визуально, ну, посередине шов и делала все время с одной и с другой стороны 2 вместе, провязав какое-то расстояние 2 вместе. За счет этого у меня получилось такое сужение, вот, как вы видите, сужение рукава. Итак, я делала до вот области, где у меня уже началась резинка, потом опять я взяла спицы номер 4 и провязала резинкой по кругу 2х2 и потом я закрыла здесь эластичным закрытием, то есть у меня не стянутый такой шов, у меня здесь эластичное закрытие петель. Эластичное закрытие петель тоже есть, очень много мастер-классов или уроков в ютуб, так можете и набрать. Эластичное закрытие петель резинки 2х2. Вот таким способом я закрывала. Такое, кстати, видео есть на канале у Маргариты Герасимовой. Она тоже показывала, как сделать закрытие эластичное, когда у вас резинка 1х1 или 2х2. Вот это закрытие я использовала. А внизу я сделала немножко иначе, я вам сейчас скажу. Когда я связала туловище, вот я вязала полностью до самого конца, я поняла, что если я буду закрывать, очень часто бывает, что вот этот закрытый шов, он как бы на бедрах очень туговато сидит. И вот такое эластичное закрытие я делать не хотела, потому что я сомневалась, достаточно ли мне будет этой эластичности. И что я сделала? Я попробовала сделать наоборот. Когда я уже довязала полностью свое изделие, я знала, сколько у меня петель. Я уже сейчас не помню, сколько в моем конкретном случае было петель. Я взяла просто отдельно этой же нитью, сделала набор петель, точно такой же, какой у меня уже было здесь в конце туловища. Провязала, нормально сделала набор, по кругу соединила в круг, вот цепочку, и стала по кругу вязать резинку 2х2 вверх, как при обычном нормальном вязании. И уже потом, когда я провязала резинку, и потом, когда я провязала здесь буквально еще сантиметр лицевой гладью, я просто-напросто потом туловище и эту резинку вместе соединила швом петля в петлю, трикотажным швом петля в петлю. И мне так очень понравилось, потому что вот именно при наборе получается очень такой вот хороший здесь край, и мне он очень нравится, и поэтому я, чтобы быть более уверена, я вот попробовала такой вариант. Может быть, кому-то такой вариант и тоже пригодится. Ну, конечно, так делать не обязательно, можно было просто закончить нормальное изделие, так же, как рукав, допустим, и сделать просто уже эластичное закрытие. Ну, в этом случае я сделала так, возможно, в следующий раз, если я буду вязать этот свитер еще раз, то я сделаю как-то иначе. Этот, ну, джемпер, как вы видите, свитерок, джемперок, он абсолютно прост, то есть, как я уже сказала, я не делала аран, я не делала никакой узор, ничего. Абсолютно связано просто лицевой гладью. Эта модель очень понравилась моей дочери, она попросила, чтобы я связала тоже ей такой свитерок, и теперь я думаю, что если я буду вязать еще раз такой же свитер, точно так же с таким же ростком, так же по мастер-классу Светланы, и буду использовать тот же самый расчет петель, то есть, изначально 96 петель на горловине. Я думаю, что, чтобы, например, уменьшить размер еще немножко, я оставлю то же самое количество петель, но у меня будут уже спицы номер 4. Вот я просто для себя хочу попробовать, какая у меня будет разница тогда в размере, я для себя хочу просто сравнить. Ну вот и все, в принципе. Единственное, что могу еще сказать, могу замерить изделие просто для интереса, кому интересно, вот что у меня получилось на мой размер. Ширина изделия, значит, если брать вот от подмышек, вот здесь меряю ширину, но сейчас вот все равно все в камеру не войдет. Вот, если померить, это у меня уже выстиранное изделие, если померить, вот так вот, у меня получается 25 сантиметров, то есть, вот здесь в области груди получается, значит, 50 сантиметров в развернутом виде изделия, то есть, значит, объем груди получается метр. Если смотреть там, где я уже делала убавки по этой модели, то получается вот здесь вот уже, где у меня была резинка, меряю сейчас, где у меня резинка, так, это получается 22 с половиной сантиметра, то есть, 45 сантиметров от края до края и 90 сантиметров обхват, то есть, у меня ушло 10 сантиметров по кругу, у меня ушло 10 сантиметров вот по всем по этим убавкам. Значит, длина готового изделия, сейчас вот я замерю, значит, от плеча, вот от начала, где вот росток горловина и до самого конца 62 сантиметра в длину. И рукав у меня получается там, где вот сразу отделила я и сделала прибавки, то есть, не прибавки, а вот эти все петельки я подобрала, значит, с подрезов 17 сантиметров в этом, вот от края до края, вот вы видите, 17 сантиметров у меня получается. И потом у меня шли убавки и уже перед резинкой у меня получается 11 сантиметров, то есть, 6 сантиметров за счет убавок у меня было сокращение. И длина рукава, если вот брать вот от самого начала, не считая резинку, и до самого конца уже с резинкой, то длина рукава у меня 63 сантиметра. Вот такие у меня получились мерки по мастер-классу Светланы, на вот эти расчеты, которые давала Светлана, вот такие у меня мерки по этому свитеру получились. Делюсь с вами, с удовольствием сделала для вас этот обзор по этой замечательной модели. Возможно, кто-то из вас тоже захочет точно так же связать по этому мастер-классу свитер, возможно, даже с высоким воротником или здесь с узором, так как было у Светланы. И, как я еще раз повторюсь, ссылку, конечно же, на ее мастер-класс я оставлю под видео. На этом свое видео я хочу закончить. Желаю вам, конечно же, прекрасного дня, отличного настроения, вдохновения, новых идей и всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь со мной, до новых встреч, с вами была я, Алена. Субтитры создавал DimaTorzok